В этом году организаторы вновь набирают участниц в конкурс по двум возрастным категориям. Маленькая леди от 6 до 9 лет и топ-модель от 10 до 12 лет. Сегодня в списке претенденток на звание Мини-Мисс Котлас 14 юных красавиц. По аналогу с прошлым годом в конкурсе будут выбираться две победительницы. Победительница в младшей возрастной категории и в старшей подсветной категории. Помимо победительницы будут выбраны первая и вторая вице-мисс. Также будет выбираться девочка, получившая приз зрительских симпатий. В рамках фестиваля участницы покажут сразу несколько дефиле. Весеннее в нарядных современных платьях, белое в белоснежных нарядах и пижамное название говорит само за себя. Пижамная вечеринка мы его назвали. Тут полный полет для фантазии. Можно выбрать любые элементы пижамной вечеринки. Стиль это шапочки, носочки, тапочки какие-нибудь интересные. Они предлагают девочкам принести с собой любимую игрушку, подушку, любой атрибут, с которым они спят. Также будет семейная презентация. Ну и, конечно, юные красавицы продемонстрируют свои таланты. В этом году домашнее задание мы заменили танцем. Девочки будут танцевать общий танец. Единственный нюанс в том, что этот танец они будут танцевать не одни, а со своими папами, либо другими старшими родственниками мужского пола. Фестиваль «Мини-Мисс Котлас» – это особенное мероприятие, где нет проигравших. Победительницей в одной из номинаций станет каждая участница шоу. Так что, родители, торопитесь подать заявку. Осталось всего шесть мест. Подать заявку, а также узнать всю полезную информацию о конкурсе «Мини-Мисс Котлас-2018» можно по телефону организатора шоу Вероники Симоновой. Редактор субтитров А.Семкин